По традиции рок-фестиваль открывали череповецкие артисты. Группа Ориентир и Водопад только начинают покорять сердца публики. Что не скажешь о коллективе «Алтарь» – легенде местного рока. Зажег танцпол и коллектив «Хьюга» солист Павел Пиковский с творчеством Александра Вашлачева познакомился в детстве. Сейчас он тесно общается с семьей поэта. Это та самая литературная кровь, поэтическая, которая циркулирует между всеми нами, людьми пишущими. Мы также состоим из Пушкина, также состоим из Лермонтова, также состоим из Пастернака, из Мандельштама, из Бродского, также состоим из Башлачева. Если у меня есть время, я обязательно заезжаю в гости к его родителям. И всегда, безусловно, мы видимся с Леной, с его сестрой, с его племянником Демьяном. С череповецким поэтом дружил и лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов. В 90-е годы, когда группа только набирала популярность, рокеры выступали на фестивале «ДК-строитель». Тогда поведение Вадима Степанцова привлекло внимание местных стражей правопорядка. Меня не осудили, меня не осудили ни на 15 суток, ни на 2 месяца, хотя могли бы, тогда законы были строгие. Организаторы фестиваля «Время колокольчиков» устроили сюрприз для экс-дебошира. Они пригласили на концерт судью, которая четверть века назад сжалилась над начинающей рок-звездой. По словам певца, такого теплого приема он не ожидал. Как родного череповчане приняли и солиста популярной группы «Ноль». Дядя Федор предстал перед зрителем, как обычно, в тельняшке и с аккордеоном. Через несколько минут музыкальный инструмент сломался, артист не растерялся и взял в оборот микрофонную стойку. По его словам, раньше так делали почти все, но с тех пор многое изменилось. Время рок-музыки, это, наверное, все-таки были вот эти 80-е, это было великое время, и тогда появились такие соответствующие масштабы времени и личности такого масштаба появились. Ну, сейчас другое время, и другие люди, и тоже очень крутых людей очень много. Просто это другое. С мнением известного рок-баяниста согласился и участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Это эстрадное искусство, эстрадная культура, она как бы в основном развлекательная такой характер, или такой не романтический какой-то характер имеет. А рок-музыка, она всегда обращалась к темам внутренности человека и сложности вот этой внутренней природы человека, внутренних переживаний. Мы стараемся всегда показывать полный спектр человеческих эмоций, вот, и поэтому, наверное, это интересно многим людям. Самым эмоциональным и безбашенным было выступление группы «Бригады С». Гарик Сукачев кидал микрофоны в зал, поливал журналистов водой и курил на сцене. А моя пенушка курит! Я курю! Долгом курю! Долгом курю! Среди них был и ремейк песни «Саш Баша». Фестиваль «Время колокольчиков» в этом году собрал рекордное количество рок-звезд на одной сцене. По мнению горожан, это было самое грандиозное событие за всю фестивальную историю. Татьяна Жданова, Анатолий Холин. Новости.